Здравствуйте, меня зовут Анна Ардова, и я буду рассказывать вам, господи, про что я могу рассказать, только Замоскворечье. Замоскворечье я там родилась, это моя родина историческая, я называю это исторической родиной, потому что мне кажется, что это Москва, а все остальное, ну, тоже Москва, но какая-то уже не такая, не очень настоящая. Замоскворечье это моя Москва, и еще, естественно, здесь вокруг театра тоже моя Москва, вот переулочки Арбата, бульварчики, Тверская, вот это тоже, вот этот кусочек от Тверской до Арбата, это тоже вот моя Москва. Большая Ордынка, дом 17, это легендарная Ордынка, там где жила Ахматова у моих бабушки и дедушки, я там родилась, и я там выросла, естественно, это, ну, такие мои родные места прекрасные. Тогда она была пешеходной, и можно было добежать прямо до Красной площади, до Василия Блаженного, добежать кто быстрее обратно. У нас в соседнем дворе росла груша, которая, конечно, прямо зеленая съедалась вся, вы же понимаете, ну, то есть она только, она даже не успевала созреть, и шампиньоны росли, шампиньоны мы собирали. Двор был закрытый, поэтому всех детей просто выгоняли на улицу с утра, потом забирали обедать, если отлавливали, и вечером обратно выпускали, и поздно вечером забирали уже, мы там шалаши строили, в казаки-разбойники, но там же еще, понимаете, очень же много сквозных подъездов было раньше, сейчас-то не знаю, я давно там в подъезды не заходила, ну, мне неловко как-то не в свой подъезд заходить, а раньше можно было пройти сквозь, ну, с Ордынки на Пятницкую, прямо через подъезд, или с Ордынки на Полянку, ну, вот на Якиманку. Практически все у нас бывали, легче сказать, кто у нас в доме не был, чем, кто был, перечисли тех, кто у нас был, жил, спасался, приходил в гости, дом был всегда открыт и не закрывался, и папа такой же был, собирал огромное количество гостей, и я тоже очень люблю собирать гостей, и я думаю, что это как-то в крови. Он такое дитя Серебряного века, так же, как Баталов, так же, как и дядя Миша, старший брат папин, папа самый маленький брат, они все сидели на коленях у Серебряного века. Ахматова сначала появилась, когда дедушка и бабушка жили на Щуакинском переулке, значит, бабушка и дедушка жили на втором этаже, на третьем этаже жил Мандельштам. Мандельштам дружил с дедом, а бабушка была молодой женой, моложе дедушки, очень хорошенькая, и когда к Мандельштаму кто-то приезжал, он говорил, а хочешь, пойдем, я тебе покажу сейчас самую хорошенькую барышню в Москве, очень, говорю, конечно, хочу. Он спускался вниз на этаж, звонил дверь к моим, значит, дедушке и бабушке, бабушка открывала дверь, он говорил, здравствуйте, Ниночка, это она, до свидания, Ниночка, и убегал. И, значит, бабушка рассказала, что он приходил в гости, она говорит, когда Мандельштам пришел в гости, я, говорит, еще держалась, я молодая актриса, я великий поэт, я, говорит, ну так и так это замирало, а тут, говорит, он пришел и привел Ахматова с собой. Она говорит, я не могла проглотить даже воду просто от зажима и от того, что тут сидят два моих любимых поэта, и я не верю в это совсем. Потом как-то Анна Андреевна пришла, попросила, чтобы Лев Николаевич Гумилев, сын Гумилёва и Анны Андреевны ночевал у нас, он ночевал, потом как-то Анна Андреевна осталась ночевать там на раскладушечке какой-то, и когда мои бабушка и дедушка переехали уже на Ордынку, то Анна Андреевна просто приезжала и жила в комнате Баталова, Алексея Владимировича, моего дяди, у него там такая маленькая комнатка была в одно окно, там, знаете, вот окно, у окна маленький столик, умещался совсем махонький, и кровать, ну это, как это, маленькая, одноместная, ну как, я не знаю, как-то совсем маленькая кроватка, вот, и когда приезжала Анна Андреевна, дядя Леша оттуда выезжал и жил с мальчиками в детской, с мальчиками, это понятно, что дядя и папа, вот, а в этой комнате жила Анна Андреевна, и она называлась у нас Ахматовка, ну то есть она была Лешина комната и Ахматовка, значит, а Анна Андреевна очень любила Алексея Владимировича, и они очень дружили, и первую машину Баталову подарила Ахматова, это был москвич, и он ее называл Аннушка, ну он нарисовал ее портрет, есть великий, потрясающий, кстати говоря, портрет Ахматовой работы дяди Леши, он очень красиво рисовал. Я долго в Замскворечье же жила, ну потому что я, на самом деле, потом я переехала на речной вокзал с маменькой, я жила на речном вокзале от 10 до 16 лет, но я все равно каждую субботу и воскресенье была у папы и у бабушки на ордынке, поэтому я все равно фактически оставалась на ордынке, ну там на речном какие-то есть места, как ни странно, я пошла тут недавно гулять по каналу, и что-то даже навоспоминалось, а я думала, у меня вообще нет воспоминаний с этим, с этой территорией, то есть нет, ну есть школьные какие-то там влюбленности, не знаю, подружки, но территория меня никогда не интересовала, речного вокзала, никогда ее не считала своей. А вы представляете, прошло, прошло много лет, и я пришла и подумала, надо же, что-то такое, знаете, когда идешь по какому-то, ну знаете, приходишь куда-то, и ностальгия, и так, а вот здесь было, и вдруг у меня там пару мест было, когда я что-то думаю, ух ты, ух ты, что-то такое вспоминается. Я все равно говорю, а либо там, либо здесь. Ордынка 17, Баженовская церковь, вот сюда вот Лаврушинский, Третьяковка, вот это, и Болотный сквер, вот это вот прям, и Пятницкая еще все, почти. Вся Пятницкая, знаете, до Пятницкого рынка офигенская была пончиковая, 47 копеек килограмм, то есть, понимаете, берешь у родителей мелочи из кармана, а килограмм пончиков это дофига, это вот такой кулек и все с пудрой, в общем, конечно, килограмм никто не съедал никогда, но купить надо было килограмм, как, а еще была блинная, самые вкусные блины, по-моему, на свете были, мне кажется, но еще на рынок можно было зайти и попробовать все солененькие огурчики, там вот эти яблочки, семечки. За Пятницкую, если идти вот туда, в ту сторону, вот выйти на набережную, и вот там есть такой горбатый мостик, вот под ним, сейчас я не знаю, я там давно просто не залезала, не смотрела, там можно было перелезть и там спуститься, такой был, как мостик, что ли, ну вот какая-то такая штучка была каменная, и с нее было очень удобно нырять, нырнул, поплавал, вынырнул, но я это делала ночью, ночью, когда никто не видит. Теплая Москва река, грязная, наверное, была, но я почему-то об этом не думала, насколько она грязная, даже и сейчас думать не буду об этом, я прям ныряла, все нормально, в заплыв, отлично. Это же хулиганство было, естественно, там же нельзя было купаться, но я купалась. Бульвары, я обожаю бульвары, я прям все бульварное кольцо прям обожаю, ну прекрасно, вот так пройтись подряд. По центру Москвы погулять, ну это же очарование сплошное. Такие красивые дома у нас, Алянку я люблю еще, но Арбат нет, Арбат стал такой лубочный, что нет. Знаешь, что с рейтинг еще очаровательное, вот очаровательное же, с этими, со всеми переулками, ну прям, ну вот тоже счастье. Я в Большом театре не была после ремонта, стыд, позор. Ну я не знаю, на что идти, потому как я в этом смысле малообразованная человек, честно. Я, правда, я музыкальная, и как бы ни балет, ни опера, это, ну, к сожалению, я малообразована в этом смысле. Надо проконсультироваться с кем-нибудь, с умным. Слава богу, у меня есть такие друзья, и отведут. Ну вот я собираюсь, честно. Хочу пожелать в наше нелегкое время не терять бодрости духа. Ну, в общем, не отчаивайтесь, и надейтесь на лучшее, и не думайте о плохом, пожалуйста. Гуляйте по Москве, лучше с вином, конечно, если вы пьете вино. Ну, тихо, чтобы полиция не сердилась. И она прекрасна, наша Москва. Она прекрасная, красивая, замечательная, теплая Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова